На лыжной базе торжественно открыли специализированную площадку для запуска авиамоделей – кордодром. Ее создали с учетом современных требований авиамодельного спорта. Поэтому здесь можно проводить тренировки и соревнования по всем основным классам кордовых моделей – скоростным, гоночным, пилотажным и воздушным убоем. Соревнования областного масштаба или российского масштаба. То есть все соревнования проводятся вот на таких площадках, которые называются кордодром. То есть это обязательные условия для проведения соревнований. И поэтому в нашем городе такие соревнования мы не проводили долгое время. Мы в основном идут у нас в тренировки. Кордовая модель летает виражами, движется по окружности, в центре которой находится запускающий авиамоделист. Он вращается на месте вслед за моделью и управляет ее полетом. После запуска аппарат развивает скорость до 300 км в час. Поэтому кордодром не только позволяет спортсменам достигнуть лучшего результата, но и обеспечивает безопасность зрителей. Много лет я летала на обычной площадке, где ставили машины, то есть на стоянке около ВНИЭФа. И это было не очень удобно, потому что там было много камней. Самолет из-за этого не взлетал и было очень плохо. Они ломались и разбивались. А сейчас у нас очень хороший кордодром. Тут можно спокойно размотаться, полетать и отлично просто пролететь. После церемонии открытия кордодром потестировали воспитанники авиамодельного клуба станции юных техников. Многократная участница соревнований по авиамодельному спорту Софья Тютина совсем не волновалась перед выступлением и, по ее мнению, показала достойный результат. Моя модель, вот данная, летает 250 км в час до, скорее всего, 270 км в час. Но если поставить хороший винт, то она может пролететь даже 290 км в час. А это для меня очень много. Срители завороженно наблюдали за полетом моделей и аплодировали спортсменам. Следующие показательные выступления авиамоделистов запланированы на День молодежи. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.